Привет всем! И снова мы в городе Раундрок. И смотрим мы очередной дом. Достаточно приличном, тихеньком райончике. Видите, какие большие деревья, старенький райончик, застроенный как бы. Все очень приятно, классно. Вон даже банка пива валяется. И дом этот, как и многие дома, которые мы уже смотрели, это три спальни и две с половиной ванны, 179 квадратных метров и 230 тысяч долларов. То есть этот дом еще дешевле, чем как бы достаточно средняя цена на рынке. То есть выглядит достаточно прилично, вон классные двери. Знак интересный был на подъезде в этот район, что это area, где могут быть глухие дети. То есть интересная тема, я такого никогда до этого не видел. Не знаю, хорошо или плохо, но я был удивлен, что вот такой знак могут поставить. Я никогда до этого такого знака не видел. Ну что, идем в середину. Еще покажу вам как бы местность. Очень тихо, прилично, птички поют. Дом такой зелененький, необычненький. Вот почта приходит. Ну что, вот мы снова и в доме. И мы видим сразу вот такой вот как бы ливинг с камином. И у нас ступеньки наверх. Уже привычный вам звук закрывания входной двери. И вот такой вот гараж. Нормальный, то есть гараж. Там дверь даже, можно зайти просто сбоку. И можно через ворот. 179 квадратных метров, то есть это не самый гардеробчик. Не самый большой дом. Он такой из тех, что поменьше. Это настоящий камин. То есть здесь можно дровишки жечь. То есть есть труба. Достаточно странный вот этот вот ливинг. Большое окно. То есть такая гостиная непонятная. Вот это вот еще кухня деревянная. И у нас есть первая спальня внизу. Давайте посмотрим кухню. То есть опять же это дом из какого-то разряда дачных домов. То есть ну необычненькая какая-то деревянная кухня. Небольшая кухня. Да, то есть вот по сути практически нет места, где можно что-то готовить. Ни островка нету. Очень маленькая как бы коморка. Видите, еще тогда пришлось подвесить такие вот штучки. Видать жили старички. Обычно в этих домах живут старички. Здесь у нас выход на бэкьярд. Сначала сходим, посмотрим комнатку. Участок земли средненький. То есть средненький. Как бы и не маленький, и не большой. Но есть зато навесик. Как бы есть приятная зона. Смотрите, там наверху какие-то крючки. Очень странная тема. Там что-то висело. Пойдем глянем. Так, это у нас половинка. Это туалет. Так как в доме заявлено две с половиной. Как бы ванны. Комнатка средних размеров. И я так подозреваю, что это мастер. Да, это мастер у нас внизу. Два умывальничка. То есть видите, все так втискивали. То есть один углом, другой это. Ванна достаточно странная. С видом на ужасы. На улицу разбитых фонарей. Как бы вагоночка. Все в лучших традициях. Совдепа. В общем, типа странные ощущения у меня от этого дома. Шкаф. Walking Closet. В него можно даже зайти. Так, итого. Мы имеем сразу половинку туалет. Здесь. Имеем мастер внизу. И еще две спальни должны быть наверху. Идем посмотрим, что же у нас там наверху. Но не забывайте, что дом стоит всего лишь 230 тысяч. Что является достаточно приятной ценой для этой местности. Так как местность достаточно приятная. Ух ты. А здесь у нас. Кабинет. То есть такое как бы получердачное помещение. То есть видите, там можно себе хлам хранить. Здесь можно работать. Или студию сделать. Звукозаписи. Так. Здесь у нас туалетик. Это у нас второй из заявленных туалетов. То есть как бы... Я такой узкой ванны в жизни еще не видел. Видно, что... Кстати, можно зажимать к соседям. Видно, что все-таки это... Это какая-то полудачка. Так, здесь еще такая... Еще шкафчик. Вау, вау, вау. Так, это у нас и есть две заявленные спальни. То есть это спальня с... С ламинатом. Кстати, это наш бакьярд. Даже он есть место для костерчика. По соседству живут достаточно приличные люди. Видите, у них там беседочка. Как бы... Здесь тоже грильчик. Все достаточно прикольно. И вторая ванна, она с ковролинчиком. То есть здесь даже есть детская парта. То есть видите, это явно говорит вам, что это детская. Встроенное место, чтобы учить уроки. Соседи. Ну, в целом, как бы... Дом странный. Мне, конечно, ему оценочка на трюндель. То есть... Очень странное, как бы, вообще помещение с вагоночкой. В общем, я бы этот дом не покупал. Даже несмотря на то, что он такой дешевый. Достаточно по местным меркам. Но я не люблю дома по типу дача. Этот дом больше похож на загородный. А не тот дом, где люди живут полноценно. На постоянной основе. Еще и с детьми. Что у нас здесь? Я уже каждый раз этих собак слушаю. Слава богу, собак нету. То есть, как бы, у меня случай был, если вы видели мои видео с собаками, где выходишь, и собаки со всех сторон гавкают. Травки тоже нету. Растет сорняк. Какие-то столб проходят с проводами. Это уже неприкольно будет тень. Ну, то есть, какие-то посаженные, вон, саженцы. В общем, вот такая вот домина. Как я уже сказал, троечка этому дому. Дом мне вообще не нравится. Потому что все сделано как-то через одно место. Ну, то есть, он просто, как бы, староват. Так что, есть намного лучше дома на рынке. Чуть-чуть дороже, но ты там чувствуешь, что ты там живешь как человек. Притом, детские сверху, а мастер внизу, что тоже, как бы, немножко неприкольно. То есть, как бы, все-таки внизу лучше иметь кабинет, гостиную, а спальню наверху, если это двухэтажный дом. Да и вот место вот в этом, в этой гостиной раз-два и обчелся. А вот здесь мы должны, как бы, уже поставить стол и здесь обедать. А здесь уже кухня. Но нет, это так, так жить нельзя. Ну что, поедем смотреть новые дома. Спасибо, что смотрите. До новых видео, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Купили ли бы вы что-то подобное, что вы вообще думаете про мои обзоры. И будем улучшаться. Покедова.